Они выявили нелегальных перевозчиков. Почему они не подали в прокуратуру? Чем они занимались? Почему надо было дать по башке всей республике, чтобы они этим начали заниматься? В Уфе ситуация с нелегальными перевозками с каждым днём становится всё острее. Власти стараются в кратчайшие сроки исполнить поручения ради Хабирова. Нелегалы не выходят на маршруты, а жители города не могут нормально передвигаться на общественном транспорте. Поэтому необходимость диалога властей с перевозчиками и пассажирами назрела уже давно. 23 октября в связи с проведением проверок на линии маршрутов не вышло 1124 единицы техники нелегальных перевозчиков. Эта работа, которая сейчас ведётся, направлена на обеспечение безопасных и качественных услуг, предоставляющих услуг со стороны перевозчиков, в первую очередь ориентируясь на интересы самих пассажиров. Тимур Махметьянов извинился перед уфимцами за возникшие проблемы с общественным транспортом из-за перевозчиков. Кстати, нелегалов на этой встрече тоже ждали, но, видимо, они до сих пор боятся выходить на улицы. Перевозчикам не хотели к нам прийти. Мы их уже не принимаем, коллеги. Вот тот шантаж, на который они пытались пойти, я сразу хочу обозначить, что мы с такой терминологией работать с такими компаниями не намерены. А те перевозчики, которые останутся на дорогах Уфы, должны будут оформить автобусы в едином стиле. Выберут его жители города. В течение следующей недели, как мы уже проговорили с вашим форумом, будет объявлено голосование среди жителей города Уфы по тем предложениям, которые сегодня подготовлены с точки зрения оформления, окраса и стиля всех перевозчиков по городу Уфе. Помимо единого стиля, во всех автобусах хотят установить турникеты и валидаторы. Но эту идею Госкомтранса участники встречи не поддержали, ведь такой опыт признан неэффективным во всем мире. Тимур Мухаммедьянов пошел на компромисс. После того, как в течение трех-пяти лет мы пересмотрим философию пользования пассажирским транспортом, я не исключаю, что турникеты по этой системе, которая будет водиться в республике, также будут святы. Единый билет – еще одно нововведение. Это значит, что если пересадка с одного маршрута на другой будет происходить в течение часа, то уфимцы будут платить только за один билет. Напомним, что до 1 декабря власти республики должны отчитаться перед Радием Хабировым о принятых мерах по борьбе с нелегальными перевозчиками.